У каждого художника есть свой почерк, свой код, который зашифрован в картине. А мои картины отличаются тем, что у меня есть мазки фрагментированные, которые показывают такой эффект всплеска эмоций. Из таких незаконченных фрагментов, нанесенных легкой кистью художницы, раскрывается целая история. В данном случае речь идет о сокровищах народа, жившего еще до нашей эры в степях Крыма. Через явные детали на полотне можно увидеть совмещение мира древнего и современного. И работать над этой картиной Евгении Романовой нужно еще около месяца. Полотно будет размещаться на мобильной выставке, грант на проведение которой сочинскому мастеру удалось недавно получить. Творчество юных художников со всех регионов России представят на грузопассажирских паромах, проходящих через Керченский пролив. Открытие планируется 16 марта. До 29 ноября присылаются в электронном виде работы. Будет проходить выставком в Сочинском союзе художников. Отбираться самые лучшие, самые значимые, самые интересные. Выставляться на паромах, пяти грузопассажирских паромах, два морпорта, порт Крым, порт Кавказ. Свои заявки молодые российские художники могут оставлять в соцсетях в группе «Всероссийская выставка-лайнер». Название проекта подразумевает всех творческих людей, собравшихся на одной лодке, плывущей по течению времени. Ведь само мероприятие направлено на просветительское, патриотическое, эстетическое и социально-культурное воспитание людей. Мы благодарны тем, кто помогает нам в реализации этого проекта. Это члены Союза художников Сочинского отделения, прокатов Юрий Дмитриевич и другие. Также мы хотели бы привлечь еще сочинских спонсоров и меценатов для расширения выставки, для привлечения больших участников из молодых художников. Особенно в Сочи хотелось бы привлечь всех молодых художников. Такую же выставку организаторы хотят представить и на курорте. Экспозицию планируют открыть в сочинском морском порту. Таким образом, расширив границы проекта, дать возможность молодым талантам заявить о себе на всю страну.